Галина Кузьменко – последняя женщина в жизни Нестора Махно. Боевую подругу батьки, говорят, побаивались даже сами махновцы. Наравне с мужчинами она ходила в атаку, стреляла из пулемёта и рубила саблей. С Нестором Махно Галина Кузьменко по паспорту Агафья познакомилась в Гуляйполе, в то время одном из главных центров повстанческого движения на Украине, где работала учительницей четвёртых классов в местной земской школе. В 1918 году они связали себя узами законного брака. У молодожёнов, казалось, было мало общего – она высокая, красивая, интеллигентная, он маленький, невзрачный, грубоватый. Галина была убеждённой сторонницей самостейности, активно отстаивая право Украины на самоопределение. Соратник Махно Виктор Белаш характеризовал её так же, как неутомимую защитницу женщин. Осенью 1919 года активистки доверили пост председателя Союза учителей Махновской республики, где она пыталась украинизировать все делопроизводства повстанческой державы. Но эта интеллигентная, высокообразованная, носящая пенсная женщина могла выражать себя не только через общественную работу, но и с помощью оружия, как и любой другой махновец. Очевидцы рассказывают, когда в ставке Махно узнали о расстреле отца Галины красноармейцами, она, не раздумывая, отправилась мстить. Прибыв в родное село, Галина разыскала соседку, которая выдала красным её отца, и с плеча рубанула предательницу саблей по шее. После этого эпизода махновцы стали почтительно именовать подругу батьки матушкой. Впрочем, впоследствии Галина опровергала своё участие в махновских карательных операциях. Более того, она нередко конфликтовала с мужем после бесчинств, которые чинили его подопечные. Летом 1921 года Галина вместе с Нестором навсегда покидает Украину. Сначала они бежали в Румынию, затем в Польшу. Накануне побега Махно получил тяжёлое пулевое ранение в затылок. Врачи не давали ему шансов на выживание, однако заботливая супруга сумела выходить находящегося на грани жизни и смерти мужа. Именно в этот тяжёлый период на свет появляется единственный ребёнок Галины и Нестора, дочь Елена. В конце сентября 1923 года на долю семейной четы Махно выпадает ещё одно испытание, их арестовывают польские власти по обвинению в подготовке восстания в Галиции и попытке создания там анархического советского государства. Впрочем, за недостаточность улик суд был вынужден вынести оправдательное решение. В 1924 году семья перебирается в Германию, а затем оседает во Франции, в тесной однокомнатной квартирке парижского пригорода Винсинна. В это время серьёзно ухудшаются отношения Нестора и Галины. Как свидетельствуют очевидцы, жена не пропускала ни одного случая, чтобы в обществе поиздеваться над мужем. Так, в отношении одного упоминаемого в разговоре военачальника она якобы произнесла «Вот, настоящий генерал, не то, что Нестор». Автор мемуаров о батьке Махно в прошлом его сподвижница Ида Мэтт отмечала, что Галина и Нестор неоднократно сходились и расходились, они не походили друг другу ни морально, ни физически. Наконец, в 1927 году пара развелась. В этот период у легендарного командира стал прогрессировать туберкулес, который впервые обнаружился ещё в 20-летнем возрасте. Теперь болезнь с лёгких перекидывалась на кости. Галина как моло поддерживала угасающего с каждым годом мужа. Незадолго до смерти она навестила его в больнице, он был уставший, измученный, ослабевший. «На мой вопрос, ну как?» «Ничего не ответил, только из глаз покатились слёзы», вспоминала впоследствии Кузьменко. Умер Махно 6 июля 1934 года в Париже. Ему было всего 45. Галина не сложила руки. Спустя три года она открывает в Париже собственный продуктовый магазин, возможно, на средства, оставленные ей мужем. Однако её предприятие просуществовало всего год, понеся серьёзные убытки. В дальнейшем Галине, чтобы содержать себя и дочь, пришлось перепробовать множество специальностей, она была уборщицей, прочкой, кухаркой и даже работала в сапожной мастерской. Какое-то время Кузьменко бесплатно проработала в Парижском союзе украинских граждан, который финансировало советское правительство. Видимо, женщина рассчитывала таким способом вернуться на родину, однако вскоре организацию прикрыли. Окончательно подорвав здоровье, Галина была признана нетрудоспособной и смогла рассчитывать на пособие. Однако после вторжения во Францию гитлеровских войск оккупационные власти лишили её пособия, и чтобы хоть как-то подзаработать она вместе с дочерью решила переехать в Берлин. Это случилось незадолго до нападения Германии на СССР. После мая 1945 года Галина, имея возможность уйти в западную зону оккупации, решила остаться в Восточном Берлине, надеясь, что с советскими войсками вернётся на любимую Украину. В Киев она всё-таки попала, но как обвиняемая по делу участия в вооружённой борьбе против Красной Армии в период Гражданской войны. Столица Советской Украины ей вынесли окончательный вердикт, за причастность к Махновскому движению и ведение антисоветской деятельности в эмиграции она была приговорена к десяти годам лишения свободы. Её отправили отбывать наказание в Мордовский Дубравлак, дочь Елену на пять лет сослали в Казахстанский Джамбул. В лагере Галина Кузьменко просидела до 1954 года и была освобождена после хрущёвской амнистии. За восемь лет лагерной жизни эта красивая и статная женщина утратила былой шарм, превратившись в сгорбленную под ножей прожитых годов старушку. Остаток своей жизни она провела с дочерью в Джамбуле, где до пенсии трудилась на хлопчатобумажном комбинате. Там же она и умерла в 1978 году. Галине Кузьменко всё же удалось осуществить мечту своей жизни и вырваться в гуляй-поле. Говорят, что боевая подруга Нестора Махно произвела на бывших односельчан неизгладимое впечатление. Галине Кузьменко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова